Я получил повестку на отправку в вооруженные силы, но, собственно, я не хотел год жизни терять зря, как мне кажется до сих пор. И я решил, что 55 тысяч, которые по всему интернету объявления были о том, что за 55 тысяч можно получить за срочку от армии. И я решил, что 55 тысяч – это гораздо дешевле, чем год с моей жизни. Эти события произошли полгода назад. Герой нашего сюжета по понятным причинам не хочет показывать лица, рассказывая о том, что он попался на удочку мошенников. Парень решился на откровенный разговор для того, чтобы предупредить таких же, как он, призывников. Во-первых, я был совершенно уверен, до сих пор не до конца уверен, что это не так, что это совершенно законно. Но, в общем, эта контора предлагала за эти деньги найти у меня заболевание. То есть даже у здорового человека есть обязательно непризывное заболевание, вот что она декларировала. На каком-то этапе парень понял, что мошенники попросту выкачивают у него деньги. Молодой человек не стал продолжать общение с организацией. Через пять дней Димитровградец отправляется на службу вооруженной силы страны. Я за то, чтобы поступать законно, вот, хотя и не всегда это просто и удобно. Зато просто и удобно обещают все сделать мошенники, которых в сети интернет очень много. Вот, например, часть записи из разговора с одним из них. Ну да, получается, у нас есть помощь в получении военного билета, можем оказать вам такую услугу, да, с помощью врачей-юристов. Надо напомнить, что сотрудничество с такими сомнительными конторами может привести к нарушению закона. То, что совершают эти люди, это статья 159 уголовного конца мошенничества. То, что ребята становятся соучастниками этого преступления, так как они знают, что это им какие-то юридические услуги оказывают. Поэтому хотелось бы всех предостеречь, что мы работаем согласно военно-комиссариату, согласно действующего законодательства Российской Федерации, что если есть у призывника определенные объективные жалобы, которые отражены у него в медицинских документах, он представляет. Мы обязательно никого не отправляем с закрытыми глазами в армию. Мы отправляем в армию только годных здоровых. В эту осень призывную кампанию таких годных и здоровых ребят из Димитровграда, Меликетского и Новомалаклинского районов должны призвать на службу в армию порядка 180 человек. Татьяна Елисеева, Тараш Куренко. Специально для репортер 73 из Димитровграда.